Продолжение следует... И нацеливает Совет Республики на содействие Центральной избирательной комиссии при необходимости. И которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах. Поэтому обсудим, но предварительно, какова ситуация, как на местах работают люди и губернаторы. Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах, я имею в виду. Вертикаль власти – это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет. И следом же формирование Всебелорусского народного собрания. Избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела с вашей точки зрения. Я прошу вас и дальше не уходить от этой темы. Насколько это возможно, насколько нужно будет Центральной избирательной комиссии помогать, поддерживать их вместе с администрацией президента, Нижней палатой парламента. Действительно, сейчас идет активная подготовка к важному электоральному периоду в нашей жизни, в жизни нашей страны. Это политически важно для нас всех. И я хочу сказать, что местные органы власти, губернаторы, местная исполнительная власть – все активно включились в эту работу. Но стоит отметить, что очень активно включились в эту работу и наши общественные организации. Вы правильно отметили, политические партии. Мы видим эту активность. Люди понимают, насколько важно и насколько всегда это в жизни страны такой важный период. И, конечно, мы сейчас отслеживаем ситуацию, которая складывается на местах. Какие есть проблемы, какие есть вопросы. Кроме того, при проведении электоральной кампании наши кандидаты в депутаты всегда говорят о тех вопросах, которые они будут оказывать содействие в решении нашим людям, избирателям. На встрече обсуждали и кадровые проблемы. Президенту было важно услышать концентрированное мнение Совета Республики в этой части. В повестке разговора было и то, как обстоят дела в столице. Вы ответственны, уполномоченный президента по Минску. Как обстоят здесь дела? Меня интересуют вопросы обеспечения населения. Прежде всего, всем необходимым. Первая необходимость – продукты, питание, одежда, обувь. Как чувствует себя минчане в этой ситуации? Ну и вы бываете в республике. Молодцы сенаторы проводят встречи с людьми. Вы мне обещали, что концентрировать будете то, что происходит в Беларуси. И доложите при необходимости. Хотелось бы услышать вашу позицию в этом плане. Открытый диалог с представителями власти людям нужен. Сенаторы регулярно проводят встречи с населением. И это позволяет быть в курсе происходящего в разных уголках страны. На связи во время прямых телефонных линий и личных приемов граждан. Что дает парламентариям возможность не просто чувствовать пульс региона, но и помогать находить решение проблем на местах. О важности электоральной кампании говорили и на выездном заседании ЦИК в Могилеве. В повестке – вопросы правового просвещения избирателей, а также разъяснение порядка голосования в местах временного нахождения. Единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года. Игорь Карпенко отметил, что мы вплотную приближаемся к началу избирательной кампании. Проект указа главы государства о назначении выборов депутатов внесен в установленном порядке президенту. Ждем его подписания. Также по итогам первого дня выездного заседания утвержден план мероприятий по повышению правовой культуры. Включились в серьезную просветительскую деятельность вопросы правового просвещения граждан, молодежи в частности. Создадим молодежный совет при ЦИК. Говоря о той работе масштабной, которая проводится, могу сказать, что мы вплотную подошли к тому, чтобы дать старт избирательной кампании. Указы главы государства о назначении выборов внесены в установленном порядке. Ждем их подписания. Строена системная работа по воспитанию гражданина и молодого человека, который ответственный за свой выбор и ответственный за свою страну. Уже в следующем году пройдет форум молодых избирателей. Мы сделаем уже нашу традиционную ежегодную олимпиаду по правовому просвещению. Мы также полагаем, что это те ребята, которые смогут в последующем осознанно выбрать и, соответственно, свою профессию поступить в наши университеты и стать последующим профессионалом именно в этой сфере. В программе заседания ЦИК уже сегодня первое заседание молодежного совета, а также встреча председателя комиссии с активом Могилевской области. Накануне в Минск прибыл с визитом премьер-министр Республики Куба Мануэль Моррера Круз. В национальном аэропорту высокопоставленного политика из дружественной нам страны ждала торжественная встреча. В программе визита главы кубинского правительства встречи с руководством нашей страны, а также посещение белорусских промышленных предприятий. В ходе переговоров планируется обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в политической и социальной сферах, а также развитие торгово-экономических отношений. В честь дружбы и плодотворного сотрудничества к 30-летию дипломатических отношений между Белоруссией и Монголией в столичном парке Павлова заложили памятную аллею. 15 туй озеленили территорию вдоль пешеходных дорожек в столичном парке Павлова. Рядом на камне памятники надпись на двух языках. К слову, символическая аллея дружбы есть и в столице Монголии. В прошлом году ее заложили в национальном парке Улан-Батора. Я очень рад, что в Минске в одном из парков появилась такая достопримечательность. Отношения между Белоруссией и Монголией развиваются динамично, особенно в сфере сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Знаковая аллея, она приурочена к 30-летию дипломатических отношений, к дружбе между Республикой Белоруссии и Монголией. Я уверена, что эта аллея будет радовать нас не один год. Что же нас связывает? Конечно же, теплые дружеские отношения. Конечно же, внешнеэкономическая деятельность, которая развивается. Отправляли полтора года назад в большую партию через Минский тракторный завод комплекс на продукцию, произведенную в Республике Белоруссия, для сельского хозяйства Монголию. Очень хорошо зарекомендовала наша техника там. И вот сейчас обсуждается вторая партия. Я надеюсь, что сможем поставить снова нашу технику на монгольскую землю. Белоруссия и Монголия успешно обмениваются опытом в сфере образования и науки. В Монголии также пользуются спросом наши тракторы, самосвалы и сельхозтехника. Среди перспективных направлений сотрудничества – развитие туристической привлекательности стран. Центр языка и культуры Пакистана открылся на базе Лингвистического университета в Минске. Мероприятие прошло в рамках одного из важнейших государственных праздников Южноазиатской страны – Дня Урду. В церемонии приняли участие сотрудники посольства, представители университета и члены Белорусского союза писателей. О богатом культурном разнообразии Пакистана говорят стихи на русском и английском языках, прочитанные студентами. Яркое слияние культур гости также наблюдали через музыкальные и танцевальные номера. Отношения между Пакистаном и Белоруссией развиваются интенсивно во всех отраслях, в том числе в сфере образования. Я верю, что подобные мероприятия и наличие этого центра поможет студентам Лингвистического университета лучше узнать Пакистан. Через 2-3 года они будут выпускаться и разъезжаться, возможно, по разным странам. Очень важно, чтобы они имели хорошее, а не стереотипное представление о Пакистане, его традициях и культуре. В нашем университете обязательными при освоении образовательных программ являются два иностранных языка. Урду не вошел пока в число обязательно освоимых иностранных языков. В перспективе факультативное изучение, которое также входит в учебные планы и, безусловно, позволит студентам и будущим работодателям увидеть язык Урду, освоение этого языка в дипломах наших студентов. Стать военным медиком, пополнить ряды армии или охранять покой мирных граждан. В Минске на базе средней школы номер 64 состоялось открытие нового военно-патриотического клуба «Стрела». Его ряды пополнили 30 учеников. Параллельно с школьными занятиями ребята будут обучаться милицейскому делу, познакомиться с военными профессиями. На мероприятии присутствовали помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков, мэр Минска Владимир Кухарев, министр внутренних дел страны Иван Кубраков. Мы открываем патриотический клуб в советском районе. Направление именно государственной автомобильной инспекции. Шефами этого клуба будет спецподразделение «Стрела». Приятно то, что именно эти дети уже учатся кто-то в третьем классе, кто-то чуть постарше, но они сегодня уже подают пример своим сверстникам в соблюдении правил дорожного движения. Даже не только сверстникам, они подают пример взрослым. Стоит отметить, что для юных участников клуба встреча с настоящими офицерами стала приятным сюрпризом. Ребята с восторгом встретили руководителя милицейского ведомства, а кто-то получил из рук министра внутренних дел подарок. Я просто до сих пор в шоке. Я же говорю, этот подарок для меня значит очень многое. Думаю, что эти часы будут со мной навсегда, просто как память об этом дне. В рамках открытия клуба на базе школы начала свою работу и музейная экспозиция «Беларусь на переломе эпох. Хроника современности». Редактор субтитров А.Семкин